Я хотел вам сегодня процитировать из 42-й суры несколько аятов. Какое-то время назад мы с вами их переводили довольно подробно. Сегодня же я хотел их кратко перевести, дабы о некоторых вещах и очень полезных напомнить. Он тот, кто принимает покаяние от рабов своих, от людей. Покаяние, раскаяние. Никоим образом человек, пока он жив, не должен мысленно перед собой закрывать возможность раскаяться пред Всевышним. Вопрос покаяния и раскаяния, пока человек жив. Возможность у него это есть. И Всевышний прямо-таки здесь прописывается принимает раскаяние человека. И Всевышний творится Он прощает грехи. И Он знает о том, что вы делаете. Безусловно, когда человек, как мы говорили, в том числе, предполагаю, что если люди и есть приходящие в нашу мечеть, то они в это время просто сидят сейчас в кафе и пьют чашечку кофе. А подойдут к мечети только к моменту совершения двух ракеатов фарда. Человек, чтобы приходил на пятничную проповедь и потом по выходным из недели в неделю, из года в год, в свои почти 60 лет пил, не лимонад, а водку и все остальное. При том, что Всевышний дал ему эти годы жизни, дал ему детей, дал ему достаток. Это нужно какую совесть иметь, если она есть. Какую нужно совесть иметь, при том, что есть кто-то малоимущий, кто-то нуждающийся, кто-то сиротый в тех или иных регионах и так далее. Тебе Всевышний дал достаток, и ты настолько бесчеловечил себя, что у тебя хватает совести, а ее вообще получается нет, человек ее не пользуется. Чтобы тратить божественно данные, предоставленный тебе достаток на употребление спиртного, сообща с другими своими друзьями. Причем друзьям, когда уже за 50. Это должна быть серьезная такая деградация, духовная, интеллектуальная и так далее. Как говорят, с годами мозг высыхает. Получается даже в одном из хадисов, что после 60 человеку уже сложно претендовать на прощение Всевышнего, но там смысл такой, что ему все сложнее и сложнее, изменится уже. То есть мозг, с точки зрения медицины, начинает высыхать, уже после 30 лет уменьшаться. И если человек его не активизирует, не работает над этим, он постепенно просто иссыхает. Иссыхает, и человек формально просто-напросто делает то или иное. Если он не умнеет, не активен, не позитивен, тем более не развивается в лучшую сторону с точки зрения своего поведения. Здесь говорится, да, Всевышний принимает покаяние, Всевышний прощает прегрешение, но в то же время подчеркивается, Всевышний знает все. Все, что вы делаете. То есть вопрос того, что если человек раскаивается и просит о прощении, то у него хоть какой-то процесс у этого человека изменения, преображения должен быть. Если он оступился, он раскаялся, он надеется на милость Всевышнего и его всепрощения, но в то же время человек, как человек мыслящий, думающий, разумный, должен что-то сделать, чтобы тем более такого рода очевидные грехи и преступления пред самим собой и пред близкими, чтобы это не повторять. Он что-то, но должен делать из недели в неделю. Тем более, когда собутыльники мусульмане 50-летние, я даже себе такого представить не могу. Люди, молящиеся, опускающие свой лик пред Всевышним Творцом в земном поклоне, потом сообща в конце недели, в свои 60 практически лет, они сидят, говорят за жизнь и пьют дорогостоящие, я не знаю, дешевые, но в любом случае спиртные напитки. И как последние практически свиньи друг на друга, потом смотрят. Даже в обычном, в советские времена, по крайней мере, всегда пьющих людей, ну как свиньи, они уже напились, у них уже разума нет. Это человек уже животное, которое не знает, что говорит, чего говорит, как себя ведет и так далее. То есть, как может человек верующий, знающий, что такое, совершить омовение, соблюдать пост, опустить свой лик пред Творцом, потом эти люди сообща могут распивать спиртные напитки. То есть, это серьезнейшая проблема в мозгу. Человек и люди, конечно же, должны повернуться друг к другу лицом, эти люди, и сказать, у нас что-то с головой не в порядке, товарищи. Что-то совсем серьезное у нас в голове есть, что мы в состоянии совместить земной поклон пред Творцом с распиванием спиртных напитков. Это большая серьезная проблема в голове. Если мы эту проблему нерешим, ничем хорошим, это для нас не кончится. То есть, по сути дела, должны люди сесть и принять какие-то решения конкретные. И когда человек, у него решение он принял, и он изменяется, Всевышний принимает покаяние, да, прощает прегрешение, да. И он знает, Всевышний . О том, что вы делаете. Всевышний отвечает на молитвы тем, кто уверовал, особенно им, кто уверовал и совершает благодеяние. Именно верующим, особенно, мы с вами подробно на этом восстанавливались, дает им больше, по милости своим, больше того, о чем они просят. Безбожных людей ожидает болезненное, суровое наказание. Если Всевышний растилал бы земные блага для всех, то в этом случае . То просто-напросто притеснение, распутствие, покушение на права друг друга, честь, достоинство, имущество, жизнь, просто-напросто не остановить было бы просто-напросто. Однако же Всевышний дает в соответствии с его желанием в определенных пропорциях, в определенном количестве. Он, Всевышний творец, о людях, о творениях своих хабир, в полной мере осведомлен и абсолютно все видит. Он низводит обильный дождь, после того, как люди уже теряют надежду. Он в состоянии расстилает свою милость. Он является покровителем для всех и вся. Возвеличиваем и хамид. В данном случае хамд является тем, кого благодарят, бесконечно благодарят, особенно мир ангелов. В этом контексте буквально два хадиса пророк сказал. Мы с вами цитировали этот хадис, говорили, и я думаю, что, конечно же, нам сложно бывает. Там говорится в аяте, что Всевышний прощает. Нам, людям, конечно же, нужно уметь прощать. Нужно научиться прощать. Кто-то нанес нам такую обиду, нам кажется. Кто-то нас подвел таким образом, мы так считаем. То есть то или иное во взаимоотношениях людских очень часто происходит. Это выглядит очень подло, очень нехорошо. Истории тому очень много, когда человек делает другому на протяжении лет много хорошего, а потом вдруг все поворачивается очень неприятным образом. И, конечно же, простить бывает сложно. Тем более тому, кто начинает что-то плохое делать, когда ты ему ничего плохого не сделал. А причем на протяжении многих лет дело хорошее. Психологически и душевно бывает очень сложно это переносить. Общаясь с разными из вас, периодически слышу об такого рода историях. Но здесь тонкость в том, что любого муслима, покорного Всевышнему мусульманина, какая бы боль, тем более душевная, какая бы боль его не постигла. Пусть даже это будет игла, какое-то острие, тем более нечто большее. То в этом случае, если человек сумеет к этой боли, физической, душевной, психологической, правильно отнестись, научится в том числе прощать, научится многим тем качествам, которые, как бы ситуация заставляет его научиться им более высоким и благородным, то в этом случае, испытывая эту боль, это испытание, этой боли, ощущение этой боли является прямой причиной. Прямая взаимосвязь с этой болью душевно-физической, с тем, что Всевышний будет этому человеку прощать его прегрешения. То есть с него прегрешения будут спадать в большом количестве, подобно как осыпаются листва с деревьев. Будет опадать. Вот эта боль, переносимая физическая, моральная, психологическая, духовная, человек должен уметь ее перенаправить в то, чтобы Всевышний, пред Всевышним это ощущать, в то, чтобы Всевышний дал легкость, и подобно как листья из дерева падают, чтобы упали эти прегрешения. . В другом хадисе, тоже в достоверном, заключительное Божие послание говорит. Любой мусульманин, любой маломальский верующий человек, покорный Творцу, если его уколет хотя бы какое-то стрелое или какая-то игла, тем более нечто большее нанесет ему тульную боль, то в этом случае в его личное дело записывается это как благодеяние, как степень благодеяния. Сотрется из его личного дела ошибка, прегрешение. То есть, значительным образом преобразование будет происходить в его личном деле в лучшую сторону. Здесь главное, конечно же, как хорошо в одном высказывании было, что некоторые сгорают при жизни. И там смысл сгорают, не в смысле сгорают на работе, а сгорают из-за тех или иных переживаний, чувств и ощущений. Человек верующий не должен сгорать. Он должен учиться прощать, должен учиться преобразовывать то или иное свое неприятное тяжелое душевное состояние, и делать это пред Творцом. И если прощать, то учиться прощать это пред Всевышним, чтобы в любом случае люди не ангела, а Всевышний одаривает своим прощанием всех и вся. Несмотря на степень греха того или иного ваше. Человек. Баракаллаху ленава лакум фи Курآن العظим. ونفа'ани вао иякум бил Айяти ва дикрин хаким. Инна хуа сэммио ал-алим, аль-джуааду л-керим, ва сэммио дуаа.